всем привет сегодня у нас нестандартный выпуск дентал плюшек который будет посвящен приложению которое в свое время было выпущено при поддержке хавера тапе и для компании gc ну точнее мы будем сегодня рассматривать одно из двух приложений и она для врачей так заходим в appstore приложение есть для айфонов и айпадов в appstore для android смартфонов к сожалению этого приложения не существует это связано с большим количеством версий android и там какие-то проблемы на программном уровне поэтому для android скорее всего вообще не будет насколько я понял из общения с хавьером итак вводим в поиски gc restorative dentistry guides и appstore в дает в принципе два приложения которые есть которые связаны с gc это gc restorative dentistry guides и старая версия gc initial airing guides это версия для техников и рекомендации по керамическим массам которые есть у компании gc приложение не обновлено насколько мне известно но там есть полные рекомендации полные мануалы вплоть до настроек печек температур скорости падение температуры и так далее то есть все 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 и так скачиваем приложение открываем и что мы здесь видим здесь у нас на главном работе в столе вернемся немножечко сюда его запускал уже у нас есть на выбор разные материалы которые нас могут интересовать это композиты стекловое окно бондинг глаз и номера и слепочные материалы ну давайте наверно с композитов начнем заходим в композиты надо нажать на надпись которая будет интересовать тут нас дженнил дженнил флоу и универсал флоу эссенте колора и everx posterior но опять же выберем дженнил например да потому что дженнил у нас на рынке доступен а санте к сожалению пока что недоступна и здесь нас мы можем опять же выбрать либо рекомендации по подбору цвета либо рекомендации по подбору слоев выбираем слои и здесь мы можем опять же зайти в настройки вот эта звездочка с левой стороны шестеренка и выбираем класс который нас интересует класс 3 класс 4 класс 5 давайте на примере класса 4 это же смотрим выбираем цвет а2 можем выбрать молодой можем выбрать взрослого пациента можем крутить зуб для того чтобы вернуть зуб на место нам нужно просто нажать стрелочку вот эту назад и зуб встанет в свое положение и дальше смахивая вот эту вот надпись initial situation препаровка на препарейшн мы можем смотреть на разных этапах рекомендации по послойной технике работы с композитом этим препаровка бондинг внешне эмалевые оттенки можно так прокрутить еще внутренний оттенок а2 дальше стандартный оттенок а2 он заполняется до дентиной эмалевой границы как видите да здесь можно включить кнопку прозрачность дальше транспорта на нам который у нас будет имитировать скалоризированный дентин и дентиной эмалевый комплекс и внешне эмалевый оттенок и в принципе это все то что касается этих слоев да и финишное препарирование но для для примера возьмем сэнки давайте здесь нас только выбор материала есть опять же выбираем дефект ну давайте здесь возьмем класс 1 не давайте класс 2 и бил технику беломинации потому что я не делал что это все в один оттенок нас это не очень наверно будет интересовать прозрачность выключен препаровка опять же на можно прокрутить зуб как угодно все очень плавно обратите внимание что это очень большая работа проделана была старой версии были просто скачками переключения между прокруткой то есть ну вот так вот как-то прокручивалась и все плавного такого не было вот вот так вот было старой версии чтобы так сделать это просто нужно смахнуть быстро не удерживанием перетаскивать да то есть вот так плавно прокрутка это когда вы плавно тянете по экрану а резкая вот такая прокрутка это когда вы просто смахиваете один раз препаровка bonding ну как обычно почему-то у нас универсал стоит мы неправильно выбрали оттенок класс 2 техника беломинации колая стенка дентин и внешний малевый слой и конечный результат опять же шлифовка полировка рекомендации также есть по color но уже не смотрим его по стекловолокну для россии это к сожалению временно не актуально потому что линейка оверстик до сих пор проходит сертификацию к сожалению есть комбинации по bonding здесь у нас есть general bond и джи премия bond новый я очень надеюсь что скоро он появится в россии на данный момент это один из самых тонких адгезивов в мире толщина его слоя после полимеризации 3 микрона есть рекомендации по изменить по починке вернемся домой посмотрим что у нас еще есть и есть комбинации после обычным слепочные к сожалению тоже те которые в россии еще не продаются это vps материалы vp и с точнее есть монофазная слепочная масса excellence one step для машинного смешивания есть excellence для двухэтапного для двухслойного одноэтапного оттиска она тоже для машинного смешивания и есть классическая база и два типа корректуры для двухслойного двухэтапного оттиска для сначала смешивается база вносится обратите внимание что снимается целлофаном то есть компания дает рекомендацию снимать слепок с прослойкой и потом вносится корректура уже и мы получаем слепок который нам нужно сожалению я еще не пробовал эту слепочную массу поэтому я не могу сказать разницу в вязкости этих корректур но будет именно разница в вязкости на этом на сегодня все всем спасибо за внимание надеюсь что было интересно и полезно подписывайтесь на канал следите за блогом и до новых выпусков пока